И Путин, и другие чиновники с самого начала войны России против Украины уверяли, что в ней участвуют только контрактники. Но в сети есть огромное количество материалов, в том числе видео российских военнопленных, свидетельствующих об обратном. По оценкам МВД Украины, общее количество погибших в Украине российских солдат на 11 марта составляет более 12 тысяч человек, хотя российская сторона признала только 500. К сожалению, многие из убитых остаются неопознанными, так как российская сторона продолжает отрицать их смерть и отказывается забирать тела погибших. Многих опознать без генетической экспертизы невозможно из-за характера повреждений. Количество военно-пленных достигает 2 тысяч человек. Опубликованные фотографии паспортов и военных билетов убитых российских военных, а также выложенные в открытый доступ личные данные 114 пленных по состоянию на 4 марта, позволяют нам рассчитать, что как минимум 31% погибших это срочники 18-20 лет, их может быть почти 3400 человек. 41% погибших это срочники и контрактники от 21 до 28 лет, в том числе те, кого заставили подписать контракт, их может быть до 5000 человек. Остальные почти 4000 человек это контрактники старше 29 лет. Среди пленных 9% это срочники от 18 до 21 года. 53% или больше 1000 человек это срочники и контрактники от 21 до 28 лет. А остальные контрактники старше 29 лет. Российское руководство не жалеет ни украинских мирных жителей, ни собственных солдат, посылая их на убой. И то, что эти солдаты, вчерашние школьники 18-20 лет, плохо обучены, плохо одеты и брошены командованием, не снимает с них ответственности. Украина не хотела войны. Матери России, не отправляйте своих сыновей на захватническую войну с Украиной. Скорее всего, они оттуда не вернутся, потому что украинская армия защищает свою землю очень успешно. В данной ситуации дезертирство не предательство Родины, а благородный поступок честного человека, отказавшегося выполнять преступные приказы. Оно позволит сохранить и совесть, и жизнь. Найти своих родных, которых отправили воевать в Украину, можно в телеграм-канале. Возможно, им повезло, и они попали в плен.